Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы показать вам покупки, которые я сделала в солнечном Дубае. Моя болезнь шипоголика дала себе волю, и я скупила абсолютно все, что хотела купить себе долгое время. Так что покупок будет много, усаживайтесь поудобнее, возьмите себе кофеек для того, чтобы провести это время с удовольствием. А мы с вами начинаем! Первая покупка, которую я совершила, это были очки от бренда Gentle Monsters, это корейский бренд, одни из сейчас на мне. Мне кажется, что главный тренд сезона – это очки с прозрачными стеклами, то есть это имиджевые очки, которые не увеличивают, не уменьшают, в общем-то, не предназначены для того, чтобы корректировать зрение. Они созданы чисто для того, чтобы создавать некий образ. У меня есть очки такие а-ля Белла Хадид, и вот я решила взять себе вот такие вот а-ля Тимати. Почему-то ассоциация именно с Тимуром Эльдаровичем. И вторые очки, которые я себе купила, они уже солнечные. У меня есть очки от Balenciaga похожей формы, и я их просто затаскала. Они уже выглядят как я не знаю что, они все поцарапанные, все убитые, и мне нужна была им замена. И я нашла себе замену в Gentle Monsters. Почему-то очки Balenciaga последние на мне не сидят, и мне не очень нравятся их модели, они слишком такие велосипедные что ли. Поэтому в Gentle Monsters я нашла альтернативу. Посмотрите, как круто они смотрятся и с образами в стиле гранж, и если я надену это с чем-то классическим, они тоже будут правильно работать. В общем, такие кошечки, которые всегда мне пригождаются. Так, мы возвращаем мой имидж обратно. Ребят, вы же знаете, что я работаю с коучем. Решила чуть-чуть пооткровенничать сегодня с вами и поделиться, что мы взяли в фокус в этом году. Самое главное, что мы взяли, это любовь к себе. В моем случае она начинается, конечно же, с шопинга. Для этого как раз подходит Megamarket. Это marketplace, где собраны товары из самых разных категорий, начиная с одежды и заканчивая бытовой техникой. В том числе, это можно купить премиальные бренды, которые ушли с российского рынка. Самое классное, что покупать там реально удобно. Например, есть опция доставки по клику. А еще и выгодно. До 29 февраля как раз действует повышенный кэшбэк на категорию красота. До 50% с бонусами Сберспасибо. Вот, например, я так взяла туалетную воду в офигенном черном флаконе всего за 8550 рублей. И мне с этого еще вернется кэшбэк бонусами Сберспасибо, которые я потрачу на шопинг-сбэк, следующий раз, покрыв до 99% от стоимости товара. А по промокоду MEGAUHOD у вас будет скидка в 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей до конца февраля. И да, промокод суммируется с повышенным кэшбэком. Делайте заказы на Megamarket. Это отличный способ признаться в любви к себе и к близким. И дальше я буду вам показывать покупки от бренда Balenciaga. Вот такую футболку я купила вместе со своей подругой Аришей. Мы решили взять одинаковые футболки и, в общем, мы ходили в этих футболках на гонку и кайфовали от того, что мы вроде бы выглядим одинаково, но стиль у нас был абсолютно разный. Я была в футболках. Ариша была в джинсовой юбке, но выглядела это реально прикольно. Мы были как такая группа поддержки. Очень прикольная футболка. Мне нравится сочетание цветов, различные шрифты и в целом у нее такой классный стиль. Это наш российский бренд Plantarosa. Посмотрите, как похож стилек что ли, да, и сам фасон. В общем, ребята из Plantarosa, мне кажется, очень сильно копируют Balenciaga. Видите, у меня здесь еще циники даже не отклеены. Насмотрелась в Instagram запрещенной социальной сети, как девочки-блогеры вписывают эту кепку в образы. И почему-то мне прям жутко захотелось ее купить. У меня есть кепка от Balenciaga, но на ней как-то больше букв, и она такого серо-графитового цвета. А мне захотелось именно черную, простую, где просто написано Balenciaga. Классная, хорошо сидит. Я, наверное, даже вам сейчас покажу. Даже сюда подходит. В общем, прикольная, классно сидит. Она такая модная. Знаете, сейчас не актуальны кепки, у которых передняя часть такая более квадратная и плотно держит форму. Сейчас актуальны вот такие вот кепки, которые как будто бы немножечко помятые, как будто бы их перевозили в чемодане, и они не держат форму. Вот именно такие кепки сейчас стоит покупать. Честно, я на самом деле ограбила Balenciaga. Это, знаете, так по-русски прийти в Balenciaga и выкупить там все. Вот такая вот сумка огромного размера. Я вообще не ношу большие сумки. Вы знаете, у меня всегда, ну, максимум это кросс-боди, а иногда прям совсем малышки, в которые помещаются только помады или ключи. А здесь мне захотелось огромную сумку. Во-первых, я начала таскать с собой ноутбук из-за того, что занялась диджейингом. А во-вторых, сейчас огромные сумки очень актуальны. И я выбирала между вот этой сумкой Balenciaga и сумкой от Saint Laurent, но Saint Laurent была еще больше, то есть она была, ну, примерно вот такого вот размера. Мне показалось, что это совсем тяжело для меня. Плюс она была из обычной кожи, а здесь вот, видите, кожа такая, как будто бы пергаментная бумага, что ли, с каким-то отливом. Плюс здесь большое количество цепей. В общем, я остановила свой выбор на Balenciaga, чему очень рада, потому что она действительно очень круто смотрится. И я сходила с этой сумкой уже на пару мероприятий и получила огромное количество комплиментов. Всем безумно нравится, как эта сумка смотрится. Причем ее можно носить, да, как вот так вот под мышкой, так и носить ее на цепочке короткой, носить ее на цепочке длинной. Ну, в общем, как угодно, она смотрится очень круто. Можно вообще цепочку убрать вовнутрь, и тогда останется только сумка, да, ну, если, например, слишком много металла в образе и хочется сделать сумку поспокойнее. И посмотрите, как она открывается, да, то есть она открывается, как такой конверт, и можно туда очень много всего положить. Я буду использовать эту сумку также для путешествий. Я раньше для этого использовала сумочку от Chanel, но она была для меня мала. То есть если брать с собой наушники, iPad, что-то еще, то она, знаете, так раздувается и уже выглядит не очень симпатично. Эта сумка супер вместительная, и мне кажется, абсолютно все войдет. У меня даже ноутбук сюда входит. Так, дальше я взяла себе две пары сережек. Первые для вечерних выходов. Вот такие вот узлы в стразах. И они выглядят супер тяжелыми, но на самом деле они безумно легкие, потому что там внутри как будто бы кожаная основа, на которую наклеены стразы сваровские. То есть вот на ухе это выглядит вот так. Мне не хватало каких-то вечерних сережек, которые могли бы стать акцентом в образе. То есть у меня все какое-то немножечко устаревшее, и я половину повыкидывала, половину ко мне отвалилась. В общем, знаете, как обычно это бывает. А эти прям супер модные, классные, и они, знаете, не слишком вычурные, какие-то такие аккуратные, что ли. Вот это мне в них нравится. И еще одна пара. У меня есть браслет от Cartier с гайками, кольцо, и здесь такие огромные гайки в уши. Я, честно, не могу себе найти классные сережки в уши, потому что у Cartier, например, те модели, которые мне нравятся, они только в желтом золоте. Те, что в белом золоте, мне не особенно нравятся. И, в общем, реально не хочу просто каратники в уши. Мне кажется, это слишком банально и не очень прикольно. Хочется что-то модное. И вот я у боленсяги нашла. Не знаю, будут ли у меня болеть уши, но вообще, в целом, у меня сережек боленсяга, они не сильно болят. Они, единственное, тяжеловаты вот на каждый день, но для каких-то вот таких луков будут смотреться классно. То есть они выглядят супер базово, но те, кто будут рассматривать, поймут, что в этих сережках очень много стиля. Здесь, кстати, еще мелким шрифтом написано боленсяга. Ну, прям совсем меленько, почти незаметно. Так, ребята, еще купила себе колготки у боленсяга с лого. Очень давно хотела. Я хочу гуччи еще купить. Купила боленсяга. Мне кажется, это супермодные. Вообще, сейчас колготки стали актуальными. Кстати, миу-миу их очень вернули в моду, и даже нюдовые вот эти вот страшные колготки, которые я всю жизнь ненавидела, они сейчас актуальны. Но если это стилизовать в какие-то супермодные образы, то есть экстрамодные. Не в классическом понимании нюдовых колготок, когда мы надеваем это под юбку-карандаш. Нет, я не об этом. А когда мы это стилизуем и делаем так, что там резинку от колготок видно, под низкими какими-то трусами и так далее. В этом случае колготки становятся актуальными. Вот, решила тоже себе купить. Так, ну и последняя покупка в боленсяга – это потрясающие босоножки, которые мне подарила моя подруга на день рождения, который у меня совсем скоро, так как я не знаю, когда я буду еще в Дубае. В общем, она решила сделать подарок заранее. Какая фишка у этих босоножек? Во-первых, здесь такой искаженный каблук, очень крутой. Во-вторых, если мы посмотрим вперед, то здесь искаженный перед у этих босоножек, ну и плюс такие тонкие ремешки. Эти босоножки вроде бы базовые абсолютно, но это такая интересная база, нестандартная, классная для каких-то модных луков. Плюс мне нравится высота каблука. У меня мои классические сан-лораны с каблуком в виде лого сан-лоран. Классные, я их обожаю, но на них очень быстро устаешь, потому что каблук очень-очень высокий. Эти босоножки созданы для того, чтобы в них танцевать, гулять. В общем, они суперкомфортные и удобные, потому что высота каблука небольшая, и при этом у них, правда, очень удобная колодка. Плюс, кстати, если вы посмотрите на задник, да, то он тоже такой квадратный, как у туфель. Помните, у меня есть туфли тоже от Balenciaga с острым носом и золотым лого. Вот здесь задник точно такой же. Следующий бренд, который я тоже немножечко ограбила, это бренд Miu Miu. Посмотрите, какая крутая шляпа. Сейчас ее застегну. Посмотрите, ну это же топ. Она топ во всех традициях. Так как я очень много путешествую, то мне точно эта шляпа понадобится. Я всегда могу улететь в какую-нибудь Африку случайно и быть самой модной. Поэтому я решила, что несмотря на то, что за окном зима, мне нужна такая полулетняя шляпа. На самом деле, можно эту шляпу стилизовать в каких-то классных луках и на какие-то тематические вечеринки, или просто супер модные вечеринки можно ее надеть. Конечно, хочется в этой шляпе сразу улететь куда-нибудь на сафари и сделать там массу красивых фотографий. Следующая покупка в Miu Miu такая супер необычная, но мне она показалась очень прикольной, очень выгодной. В общем, здесь комплект из трех элементов, которые можно носить вместе, а можно носить по отдельности. Вот такой вот бежевый удлиненный long sleeve с лого Miu Miu, такого бежевого песочного оттенка. Сверху идет футболка Miu Miu. Этот более холодный такой песочный. И еще в комплекте вот такая вот жилетка-борцовка. Тоже слога, но уже такого фисташкового оттенка. Вместе смотрится топ, и потом можно еще по отдельности там с джинсиками, с какими-то юбочками носить. Как летом, так и зимой. В общем, мне показалось, что это такая база, которая мне точно пригодится. Ну и последнее, что я купила в Miu Miu, абсолютно небазовая, нетипичная для меня, это сумка в стразах. И знаете, когда я покупала, мне Ариша, я Арише спрашиваю, блин, ну вот куда мне в этом ходить? Она такая, так ты же только ночами живешь и ходишь постоянно на мероприятия. Уж тебе точно есть, куда носить эту сумку. Я подумала, что действительно у меня нет какой-то вечерней маленькой сумочки, кроме моей Maison Margiela, которая такая серебряного цвета. Она совсем малышка, и она выглядит как ридикюльчик. А вот эта сумка, она классно будет смотреться как с какими-то рваными джинсами, да, так и с каким-то вечерним платьем. Мне показалось, что мне не хватает такой сумки. Помните, раньше у меня была сумка Prada в стразах, но она была побольше, и с какими-то вечерними платьями она смотрелась не очень хорошо, то есть она смотрелась грубовато. Она круто смотрелась там с джинсами и так далее, а вот с вечерними платьями не очень. А вот эта Miu Miu из-за того, что она маленькая и у нее такая обтекаемая форма, нет никаких лишних деталей. Ну, тут есть цепочечка, можно ее надеть, конечно, это просто комфортнее, если хочется, да, надеть сумку через плечо и не держать в руках, а держать в руках только телефон и бокал. Но я просто не люблю цепочки, я, честно, очень редко ношу сумки на цепочке, чаще всего держу в руках. Мне почему-то так больше они нравятся. В общем, она подойдет и под вечернее платье, и под какой-то casual образ. Следующей пары мне очень не хватало, потому что у меня абсолютно нет белой обуви, и я поняла, что она мне очень нужна. У меня есть одни туфли от JW Anderson, но они у меня очень сильно уже поношены, потасканы, я не знаю, им уже сто лет, и хочется их как-то заменить. Я решила заменить на, вроде бы, опять же, классическую модель, но из-за того, что здесь вот такие вот дутые, видите, ремешки, эта модель смотрится очень круто. Это бренд Javita Rossi. На самом деле эта пара появилась у них достаточно давно, и я давно на нее засматриваюсь, но ни разу не мерила. Но когда померила, поняла, что это просто топ. Они смотрятся необычно, но при этом подходят абсолютно подо всем. Вот надену я с джинсами, надену с каким-то вечерним платьем, везде эта обувь будет классно смотреться. Они есть в разных цветах, черные, кстати, тоже круто смотрятся, но так как мне не хватало белой пары, я взяла белой. На лето пригодятся. Далее я купила себе вот такую вот потрясающую пару от Saint Laurent. Если помните, я вам показывала уже точно такую же модель, но с золотым каблуком и с золотой вот этой вот пряжкой. Я обожаю эти туфли, но вы видите, что я ношу только серебро и белое золото. Мне было так обидно, что эти туфли, они постоянно у меня стоят на полке, я практически не пользуюсь. И только через сезон у Saint Laurent появляется точно такая же пара, но с серебряной пряжкой. Я поняла, что вот их я точно буду носить. И честно, вот я их только купила, но я их уже три раза надела, потому что они круто смотрятся, абсолютно со всеми моими образами. Я не люблю классические лодочки, они мне совсем не нравятся. А вот такие вот лодочки с открытой пяткой я обожаю. Плюс здесь красивая колодка, она, знаете, напоминает колодку Christian Louboutin. Абсолютно неудобная, но так, как нога смотрится в этих туфлях, она не смотрится ни в чем. В общем, мои любимки. Я решила себе и золотые ставить, и, в общем, серебряные купила. Золотые буду носить явно чуть меньше, но из-за того, что у золотых золотой каблук, они смотрятся максимально эффектно. А эти более базовые классические. Я думаю, что эти я прям за тоскаю. Следующая покупочка, точнее, подарок от Кирюши. Он мне тоже заранее сделал подарок на день рождения и подарил вот эту вот сумочку от Gucci. Очень классная такая новая iconic-модель у Gucci с появлением нового креативного директора. Здесь есть вот такая вот цепочка, она убирается, и вот такой вот ремешок. Можно носить, собственно, на плечо. Можно все это повесить вот так вот вперед-назад и носить подмышкой. Очень крутой такой багет, да, то есть это такой багет Fendi немножко напоминает, но безумно модный. Эта сумка была в меньшем размере. Вы знаете, что я люблю маленькие сумки, но конкретно эта модель в большем размере смотрелась намного круче. Мне, кстати, она еще нравится в таком бордовом цветик. Это цвет, который был у них на кампейне. Но, честно, я знаю, что я ношу только черные и белые сумки, ну вот какие-то сумочки в стразах на вечерний вариант и практически не ношу цветные. У меня всего две цветные сумки, там, три максимум. Это там розовая, красная и еще синяя от Balenciaga. И все, других сумок у меня цветных нет. Даже не хочется вкладывать ни в бюджет, я знаю, что носить не буду. Я обожаю вещи, сумки, обувь черного, белого, ну максимум бежевого цвета. Ну и на десерт просто посмотрите на эти сапоги от бренда Loevo. Это просто топ. Значит, они напоминают штанину, да, то есть они напоминают брюки, которые уходят в сапог. Что здесь примечательного? Давайте я один возьму. Во-первых, они складываются вот так вот гармошкой. Это такая очень актуальная сейчас история, наверное, главный тренд сезона в обуви. Это сапоги, которые вот так вот складываются гармошкой. Во-вторых, здесь очень прикольный такой новый каблук, который появился у Loevo в виде такой капельки, что ли. Кстати, за ними повторили Джимми Чу, и у них тоже очень похожий каблук, но капелька более вытянутая. И, конечно же, мыс такой круглый, тоже актуальный сейчас. В общем, эти сапоги-любовь вышла в них на один ивент и просто всех поразило. Все меня спрашивали, что же, что же это за сапоги. Это, правда, очень модно, очень круто. И мне кажется, что из всех моделей, которые выпустили всеразличные бренды, выпустили и Givenchy, и Saint Laurent, и, ну, в общем, абсолютно все выпустили похожего рода модели, у Loevo получились самые крутые и самые интересные. Ну что, это были все мои покупки. Напишите, какая из покупок вам понравилась больше всего. А я надеюсь, что это видео было для вас полезно и информативно. С вами прощаюсь. Всем пока-пока!